здравствуйте я думаю у каждого рыбака есть распоряжение удочка которая уже подверглась воздействию времени и просто валяется у меня тоже есть вот такая вот удочка я не знаю сколько ей уже лет она полностью в непригодном состоянии у меня тут уже накручена леска на неё наверное ловил еще мой дед и она лежит естественно она не используется как рыболовная снасть здесь здесь даже работает катушка великолепно все крутится стопорочек все как положено то есть все есть единственное что нету вот этой шайбы я спрашивал шайбы такие не возят но ничего страшного и изолентой в принципе держится неплохо только потом перемотаю черный это видео будет посвящено восстановлению вот этой замечательной удочки сделаем из нее конфетку приятного просмотра так мое профессиональное мнение я считаю что краску с вот этих частей заводскую снимать не стоит оставляем такую как есть можно немножко шершануть наждачкой часа ну шершануть хотя бы так чуть-чуть чтоб какой-то вот я не знаю подобие шершавости было краска лучше взялась красить я буду такой ерундой такой вот краской это не реклама это вот просто я такой малю буду красить потому что с машины у меня осталась эта краска и естественно ей я и хочу покрасить эти все сегменты как я буду красить сюда я найду гвоздик привяжу на ниточку и привяжу ее вот так она будет висеть и и следовательно можно будет крутить в любую сторону и прокрасить полностью по всей длине и про и повешу я их либо в гараже либо в сарае вот так выглядит это чудо повесил я четыре части удочки все просто на ниточку а здесь алюминиевая проволока и теперь мне надо будет покрасить половину вот этой вот части и полностью три вот эти и надо будет вскрыть лаком я почитал что вскрывается лаком цветным удочка телескопическая но у меня нету лака у меня есть бесцветный эмалевый лак или эмаль для машины поэтому сначала я вскрою белым цветом все части а потом еще вскрою лаком получилась вот такая вот загогулина прокрасил я это все в один слой не стал я дожидаться когда высохнет 1 2 зал упасил все одним слоем назвал я ее белая смерть не знаю как получится правда мне кажется получится фигня получились потеки не знаю как вам показать неравномерный прокрас по всей длине так не показать то есть на камеру я не смогу это передать но поверьте в некоторых местах есть недокрас но я думаю это все ерунда первый опыт такой надо попробовать плюс я же говорю потом я вскрою это все эмалью и думаю будет очень интересно а теперь это вся у меня штука будет сохнуть где-то наверное сутки а потом а лучше двое эмаль пойдет продолжение на тему покраски обычной телескопической удочки старого образца вот такая вот получилась покраска как можете наблюдать очень такая вот интересная я покрасил сначала такой вот краской смотрите это не реклама это вот просто мой опыт и вскрыл вот такой вот эмалью я не думал что эмаль такого белого цвета даже немножечко темнее чем вот эта краска но получилось вот такая вот красота не знаю мне очень сильно нравится цвет кстати есть кое-где не равномерный прокрас но это ерунда так чуть-чуть вот где-то вот тут вот снизу вот он есть но это так все мелочи в основном есть небольшие так чуть-чуть капельки потеков но это из-за того что мало опыта и первый раз я красил части снасти которые были в вертикальном расположении естественно краска стекала плюс я их еще вращал вот так чтобы равномерно прокрасить ну то есть есть свои нюансы теперь надо как бы собрать колечки я здесь уже попробовал если вам видно кольцо не налазит сюда то есть следовательно нужно как-то его набивать засовывать или сошлифовывать вот этот вот круг как раз на диаметр вот этого вот кольца пока я не знаю я наверное попытаюсь его набить аккуратненько вот такой вот палочкой получится мне не получится не знаю но попробую сейчас если она насадится то значит она насадится и все клеить я их не буду если не плотно прям сяду если вдруг они отвалятся я их приклею на такой вот клей момент смотрите вот обувной клей я не знаю сколько ему лет очень много лет но если вы соберетесь клеить там ткани соберетесь клеить вот такие вот части стекловолокна еще что-то он кстати хорошо держит воду прямо к нему претензий никаких я в магазине такого клея не встречал ну видно в моем поселке он не продается поэтому знаете вот вот такой вот возьмите на заметочку прикупить очень хорошая вещь так ну а теперь я буду монтировать кольца постараюсь всяком случае кстати когда будете монтировать не забудьте что катушка вот это вот и это можно конечно повернуть но нежелательно колечки должны быть на как раз смотреть напротив этой всей штуки вот располагайте таким вот образом нехитрым если тоже будете заниматься такой же вот реставрации как и я сейчас попробуем насадить одну насаживаются в принципе ну видно что краску снимает но без этого как бы никак потому что все понимают что кольцо но меньше по диаметру она так и будет берем обычный ножичек и счищаем все таки вот так вот фасочку с колено и теперь колечко как можете наблюдать спокойно надевается вообще вот без лишнего напряга садится она идеально и можно его посадить на клей что я в принципе и сделаю я сейчас наверно со всеми коленами так зашкурю произведу такую манипуляцию и естественно посажу сюда колечко на клей на вот этот момент и не буду знать горе все таки да краска она дает плотный такой слой и кольцо не садится но здесь я снял даже с заводской эмалью специально чтоб не было никаких проблем а клей мне вообще не доставлял никаких проблем этот никогда он себя зарекомендовал с очень хорошей стороны единственное что дам совет когда будете заниматься снимайте фаску так чтобы эта ерунда пряталась под кольцо чтобы не было ну то есть черного цвета не было вот это вот ерунды кстати смотрите видите у меня недокрас получился я долго думал что с ним делать но оказалась такая штука смотрите вот это вот ерунда она сдвигается я даже не знал честно скажу она оказывается передвигается вот эта фигня ее можно вообще полностью поменять но я ее как бы менять не буду вот ее передвинул я ее просто посажу на клей и все значит даже можно с кольцом не переживать просто сажать его наугад куда хотите вот эту ерунду вы повернете в любую сторону вместе со своей катушкой но я естественно выровню по вот этому вот кольцу и посажу на клей замечательно вообще просто чудесно м м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok Вот на вот этом вот колене Очень Лябает кольцо Видите как оно ходит Было принято решение Мотнуть изолентой хотя бы разочек И посадить так же На клей момент Сверху изоленты Вот это вот колечко Хочу сказать что решение не самое хорошее Лучше было бы намотать сюда нитки И Потом эту нитку пропитать клеем Но пока что у меня нету времени Заниматься ниткой Я сделаю такой эконом вариант Если и скоростной вариант Эта штука меня как бы подведет И она рассыпется Тогда Естественно вы об этом узнаете Я вам расскажу Покажу Вот Теперь уже она начала залазить плотно Осталось только посадить на клей Сие чудо Творение И будет все замечательно Даже можно чуть-чуть убрать изоленту Потому что она прям вообще плотником стала заходить Один моточек можно даже убрать Сделать вот так После всех работ Вот такая вот удочка получилась Я считаю вполне достойный результат Для удочки Которая была полностью потеряна Пошкребанная Вся рассыпалась Разваливалась И ждала Очереди на свалку Получилась вот такая вот замечательная снасть Которую можно в дальнейшем использовать Поэтому не выкидывайте старые удочки Друзья Реставрируйте Делайте И будет Будет у вас еще одна снасть Всем пока